Здравствуйте! Это новости Дагестана, студия Джамиля Шарипова и коротко о главном. Голосование по поправкам в Конституцию продолжается. Кто сегодня заполнял бюллетени и отдавал свой голос, смотрите в нашем выпуске. Арендатор есть, а благоустройства нет. Представители Народного фронта призвали мэрию столицы обязать ответственных за состояние пляжа Прибой навести на нем порядок. 27 июня в России отмечают День молодежи. Это не только праздник, а еще и повод привлечь внимание к проблемам молодежи. Молодость – это возраст мечтаний, надежд и становления человеческой личности. Какая она, современная молодежь? Сегодня мы дали слово представителям молодого поколения, тем, кому предстоит в ближайшие десятилетия развивать страну, тем, от кого реально зависит наше будущее. О чем они думают, какими видят себя, к чему стремятся – подробнее в сюжете моей коллеги Алины Багиловой. Дагестан славится талантливой молодежью, отличающейся неподдельным патриотизмом, успехами в учебе, спорте, творчестве и искусстве. Молодые люди активно участвуют в жизни нашей республики, показывая высокие результаты в разных сферах, достойно представляя не только нашу республику, но и страну в целом. Молодежь, придерживающаяся разных взглядов, но объединенная одним порывом – желанием сделать мир лучше. Магомед Хан – призер Всероссийской Олимпиады уже с юного возраста. Он начал читать университетские учебники и научную литературу, твердо решив для себя, что станет нейрохирургом. Мне очень интересно данное направление, а также, что человек работает с мозгом. Это главный орган у нас, в котором находятся все наши воспоминания, чувства. Работать нейрохирургом, я думаю, это очень интересно и захватывающе. По большей части у меня была не школьная программа, я готовился к олимпиадной программе, чтобы поступить в ВУЗ. Если бы я выиграл эти олимпиады, то я смогу поступить. А так и получилось. Еще один пример яркого представителя молодого поколения – Гульбике, призер Всероссийской Олимпиады школьников по технологиям. Она мечтает стать дизайнером и открыть в Дагестане свое швейное производство. В девятом классе в региональном я заняла первое место и прошла в заключительный этап Всероссийской Олимпиады. И тогда мы уже начали готовиться по полной. Я поехала в сборы в Москву, начала заниматься, ходила в ателье, шила. И после того, как мы оттуда вернулись без места, уже нас было не остановить. Мы участвовали и в следующем году, и в этом году, и в этом году. И, наконец, я стала призером, я добилась. Я хочу закончить Санкт-Петербургский государственный университет дизайна, вернуться в Дагестан и открыть свое большое швейное производство. Я вижу его очень стильным, большим, масштабным. Я вижу, как люди работают в нем, как они подставляют в разные магазины, товары, одежду, которые мы производим. Мне кажется, что учиться, это, наверное, на данный момент, это самое главное. Потому что мне кажется, что учеба открывает практически все двери. Если не все, то многие двери она открывает. Помимо творческой молодежи, Дагестан славится также молодыми богословами. Теми, кто с ранних лет своим примером прививает сверстникам любовь к религии Всевышнему. Амир – один из молодых хафизов, который в свои 18 лет уже выучил Коран наизусть. Теперь он передает эти знания другим, обучаясь священному писанию и основам ислама. Для меня сейчас важно передать то, что я знаю. Передать другим, моим ровесникам. Хотелось бы тоже, чтобы они поближе познакомились с нашей религией, с Кораном, чтобы все умели читать. Как мы все знаем, то, что мы приобретаем, мы должны дальше передавать, как мы можем в себе не держать, дальше передавать и сами дальше обучаться. Не останавливаться на этом. Именно на Коране, если полностью улучшить, уже дальше учить, айлму и так далее, чтобы уже с перевода мы понимали. А вот еще один юный последователь исламских наук, призер Всероссийской олимпиады исламских дисциплин. Магомед Ари по совету родителей связал свою жизнь с религией, будучи еще совсем ребенком. Он прекрасно знает основы вероучения, теперь работает в одном из крупнейших на Северном Кавказе исламских университетов. Я считаю, это как бы призванием и большой милостью Всевышнего Аллаха для меня быть носителем знаний. И последствием этого показать другим нравственный характер, обучать их и донести до других знаний. Прочитал историю ислама, мы знаем, как Дагестан славился своими альмами, и видя их труд, который они донесли до нас, хотелось бы тоже их путь продолжить. Желание помочь объединяет абсолютно разных людей с разными профессиями. Все они объединены общей миссией – нести добро и помогать другим. Так, например, волонтеры-медики в очень сложных условиях помогли сотням людей на безвозмездной добровольческой основе. Я была одним из организаторов именно волонтерства в республике, именно в сфере здравоохранения. И до сих пор продолжаю эту деятельность. И в период пандемии, конечно, когда ситуация начала ухудшаться, те люди, которые находились в зоне риска, это именно пожилые, инвалиды, маломобильные граждане, они больше всего нуждались в помощи. И как бы я не могла здесь остаться равнодушной. Я работаю со студентами, с такими же волонтерами, как и я когда-то, и мне хочется им привить именно чувство вот этого сострадания, чувство небезразличия. Ну и это и есть моя главная цель, приходя новым волонтерам все время это прививать. Дагестан славится большим количеством спортсменов. Их вклад в развитие физической культуры и спорта неоценим. Молодые ребята на примере друг друга благодаря своему упорству и труду становятся призерами и чемпионами. Их имена известны далеко за пределами родины. Алихан Жабраилов – чемпион мира по вольной борьбе. С 10 лет он связал свою жизнь со спортом по примеру своего отца. На протяжении этого времени ты уже видишь там других спортсменов более такими высокими результатами и уже как-то на них хочешь равняться, на них хочешь быть похожим. Когда я только вот начинал более серьезно тренироваться, это как бы такая, знаете, цель была попасть в сборную, получить там экипировку, там получать стипендию. И когда уже я этого достиг, ну я подумал, ну достиг, и уже мне чего-то большего захотелось. И вот так постепенно, постепенно. «Откуда ты, молодость? Я отовсюду. Чем будешь ты миру, днем завтрашним буду», – писал наш великий земляк, народный поэт Дагестана Расул Гамзатов. Именно такая молодежь, смелая, умная, амбициозная, разносторонне развитая, духовная, трудолюбивая, жаждущая знаний и высот определяет будущее Дагестана. В Дагестане, как и по всей стране, уже третий день идет голосование по поправкам в Конституцию России. Свою гражданскую позицию выразил на избирательном участке номер 1105 Махачкале и глава Дагестана. Здесь, как и везде, весь процесс организован соблюдением санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора. Отвечая на вопросы журналистов, после процедуры голосования, руководитель республики подчеркнул важность принятия решений по поводу поправок. Вы знаете, для меня это очень важное состояние. Объясню, почему. Когда Конституция принималась, я уже был взрослым человеком. Я работал в МВД, в управлении, по чрезвычайным ситуациям. Я видел, как развалился Советский Союз. Я видел, сколько несчастья, боли и горя это людям принесло. Написав тогда в Конституции, что мы социальное государство, мы же не написали, как это обеспечивается. Вот даже сейчас, смотрите, решения президента были направлены, правительство, наш бюджет, там более 2 миллиардов выделили из Резервного фонда, на то, чтобы помочь людям в условиях эпидемии. Вот сейчас те предложения, которые инциировал президент, они предполагают это, как один из моментов, но наиболее этих важных. Премьер-министр Дагестана Артем Сдунов также принял участие в процессе волеизъявления. С этой целью он посетил один из избирательных участков в Махачкале, в одном из корпусов Дагестанского государственного университета. Мы всей страной принимаем сейчас очень важное решение. Это делаем коллективно, открыто. Я вообще в действующих поправках особое внимание вижу в социально-ориентированных вопросах. Действительно, каждый гражданин имеет право развивать свой родной язык, культуру. Это касается всех народов России. Очень важный вопрос территориальной целостности для нас. Все должны это понимать. В защите исторического наследия. С учетом того, что сегодня страна отмечает День молодежи, Артем Сдунов остановился отдельно на этой теме. Еще очень важный момент, который я хотел бы заметить. Большое внимание уделяется поддержке волонтерства, предпринимательства и молодежного предпринимателя. Сегодня День молодежи. Я хочу поблагодарить всех за самоотверженный труд волонтеров, которые работали в красных зонах. Работали с малымущими слоями населения. Помогали. А первый вице-премьер республики Гаджимагомед Гусейнов пришел на избирательный участок, расположенный в здании медицинского колледжа. Он отметил, что принимается большое количество поправок, и каждый дагестанец найдет среди них важную для себя. Важно, когда ты должен высказаться, главное не промолчать. Вот это тот случай, когда очень важно любому человеку, дагестанцу, любому россиянину, любому ответственному человеку, ответственному за судьбы Родины, ему не промолчать. Ты должен высказаться. Это каждого гражданская ответственность и каждая гражданская позиция. А в Серго-Калинском районе проголосовал по поправкам Конституции председатель Совета старейшин и ветеранов Серго-Калинского района Магомедсалом Магомедов. В действующей Конституции 1993 года произошли большие изменения, как в общественном сознании, так и в государстве, в мире. Посему те поправки, которые сейчас происходят, они закрепляют статус, прежде всего, что мне лично импонирует, она закрепляет статус социального государства нашей страны. В связи с пандемией коронавируса в этом году на всех избирательных участках приняты особые противоэпидемиологические меры. Перед входом на избирательный участок измеряется температура тела. Участки обеспечены одноразовыми масками, перчатками, санитайзерами, одноразовыми ручками, дезинфицирующими ковриками. Также есть разметка для социального дистанцирования. Напомним, голосование продлится с 25 июня по 1 июля. 1809 участков для голосования в республике работают с 8 до 20 часов. 1 числа в 20.00 голосование завершится, после чего начнется подсчет голосов. В Дагестане сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, подозреваемого в хранении наркотиков. Гражданин был задержан в аэропорту. В ходе личного досмотра у него была изъята марихуана весом более 20 грамм. Задержанный ранее был судим за незаконное хранение наркотических веществ. По данному факту возбуждено уголовное дело. В медицинском колледже имени Башларова чествовали студентов-волонтеров. В разгаре эпидемии COVID-19, когда заболеваемость в нашей республике была на пике, рискуя собственным здоровьем, юные помощники врачей вместе с опытными медиками спасали жизни других. В адрес ребят прозвучали слова благодарности, им вручили грамоты и денежные премии. А некоторых взяли на работу как молодых специалистов, доказавших делом, что они профессионалы. Подробнее Хамза Нурмагомедов. Самое сложное было видеть их боль, то, что у них состояние ухудшилось, моменты, когда они поступали в каком-то состоянии, они поступали. Вот это видеть было самое сложное. А дальше, когда мы увидели результаты нашей работы, это было самое приятное, то, что можно увидеть. Более 50 студентов медколледжа имени Башларова помогали врачам республики бороться с коронавирусом. Пример им показала директор колледжа. Фатима Сулейманова одной из первых отправила своего ребенка в красную зону, несмотря на опасность. В трудную минуту. Я считала, что если мой ребенок не пойдет, как могут другие тогда отправить своих детей. Поэтому страха никакого не было. Была радость, что ребенок может оказать какую-то помощь и спасти чью-то жизнь. Счет спасенным человеческим жизням шел на сотни. Только в третьей городской больнице Махачкалы, где работали волонтеры колледжа, всего за один месяц и четыре дня вылечили около 200 пациентов. И в самый первый день, когда наибольшее количество пациентов поступало, более 30 человек, они сразу с нами рядом оказались. И что удивило, они оказались профессионалами. Действительно профессионалами своего дела. Они просто буквально на лету хватали, воспринимали то, что нужно делать. И все необходимые мероприятия проводили. Поэтому хочется сказать огромное спасибо. На торжественном мероприятии волонтеров поблагодарили представители Министерства по национальной политике. Они отметили не только высокий уровень подготовки студентов, но и прекрасную воспитательную работу. Именно это, по ее словам, стало главной причиной отзывчивости ребят. Самое главное не просто получить диплом и быть хорошим врачом. Самое главное быть порядочным, добрым врачом, знающим свое дело, в трудную минуту, которая не уйдет на больничный, не напишет заявление, не уволится, скажем так, а пойдет добровольно оказывать помощь своим согражданам. Помимо слов благодарности и добрых пожеланий студентов-волонтеров ожидало еще одно поощрение и вручили грамоты и денежные премии. 14 из них уже трудоустроены в третью городскую больницу Махачкалы. Именно там они впервые почувствовали себя настоящими врачами, спасающими жизни других людей. Хамзанур Магмедов, Мусас Алгиреев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Активисты ОНФ в Дагестане призвали власти обязать арендатора благоустроить городской пляж при бою в Махачкале, так как были выявлены факты антисанитарии на берегу. Поводом для проверки послужили жалобы граждан на состояние городских пляжей. Как пояснили люди, за вход на прибрежную территорию арендаторы берут плату, однако условия для отдыхающих не создаются. Берег, по сути, превращен в большую стихийную свалку. Выехав на место, активисты ОНФ совместно со специалистами Роспотребнадзора осмотрели Махачкалинский пляж Прибой, а также частный пляж Лагуна в городе Каспийске. В ходе осмотра территория Лагуны оказалась ухоженной, а вот на пляже Прибой была обнаружена неутешительная картина. Въезд каждой машины стоит определенных денег. Бесплатно сюда никто не попадает. Что делается за эти деньги? Куда смотрит Роспотребнадзор? Куда смотрит, значит, власти города? Ну, кто-то же за это, где хозяин? Когда узнают, что приезжает в общероссийский фронт, все прячутся. Месяцами не убирается мусор. Общественники обратились в надзорные органы с просьбой обязать арендатора благоустроить пляж и устранить многочисленные нарушения. Победителями конкурса, в ходе которого отбирались заявки для участия в проекте «100 школ» стали 136 проектов. Заседание конкурсной комиссии прошло под руководством министра экономики и территориального развития Республики Дагестан Гаджи Султанова. Еще по нескольким заявкам решено провести дополнительную оценку представленных проектов, после чего будет принято окончательное решение о возможности их включения в проект. Гаджи Султанов сообщил, что помимо включенных сегодня в проект школ, еще ряд ветхих школ будут отремонтированы дополнительно. На этом, на том, что сегодня сформировано, на этой заявке мы не останавливаемся. Мы сейчас вместе с Министерством образования, мы будем отрабатывать ремонт ветхих школ по поручению главы Республики. И сейчас перечень этих ветхих школ определен, и на следующей неделе он позерно поручил провести ВАКС с этими школами. Во вторник, либо в среду, мы будем с муниципалитетами обсуждать вопрос ремонта этих ветхих школ. Их порядка 30, которые могут быть в работе сейчас взяты. Напомним, проект 100 школ реализуется в Республике с 2018 года по инициативе главы Дагестана Владимира Васильева. За два года в рамках проекта в 334 общеобразовательных организациях Республики проведены ремонтные работы. И на этом все. Удачных вам выходных. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова